Как это прятаться в окопе от снарядов артиллерии, спасать раненых бойцов и жить под постоянными обстрелами? В преддверии Дня Победы мы поговорили с тремя ветеранами, которые все это ощутили на себе и прошли Великую Отечественную войну. Чего они боялись больше всего в те роковые годы, расскажем в нашем специальном репортаже. Вот эти вот товарищи, ветераны, их уже не осталось ни одного кого-то. Самохин Алексей Дмитриевич родился 15 февраля 1925 года. Был призван на фронт в 17 лет, в начале 1943 года в качестве рядового стрелка. Позже занял место телефонного связиста. Принимал участие во взятии Берлина. Награжден медалью за отвагу, орденом Красная Звезда, орденом Славы Третьей Степени и другими наградами. Страшные моменты, они все буквально. Вы представляете себе, минометные обстрелы, рвутся, мины там всем. А мины – это не просто какой-то снаряд. Мины осколочные, которые поражают на определенном расстоянии. Страшное самое то, что ты оказываешься перед смертью. Вот в такой момент, когда кажется, ты бы еще мог что-то сделать. Остался жив. Спасибо большое за это. А это мои друзья, шоу. И я тут есть, наверное, друзья. А это Берлин, 1945 год. Гришанов Семен Семенович родился 3 сентября 1925 года. Был призван на фронт в 17 лет в 1943 году в качестве наводчика миномета. Участвовал в штурме Берлина. Вернулся на родину только в 1950 году. Награжден медалью Жукова, медалью за отвагу, орденом Великой Отечественной войны первой степени и другими наградами. Страшного не было. Там работа, тяжелая работа. Надо вот, бой идет, допустим, на Украине мы воевали. Я улегся с этим минометом уже. А тут заменить позицию. Они меня заставили все. А я один навожу, стреляю, они бегут. А потом командир взвода. Меня хватит за это, за плечо. Ты что, вояка на меня, мне обидно стало. Ну, молчу. А ну-ка, давай. Ну и так он забрал меня, увел. А то было чуть не оставили. Дети играют в войну вот обычно. И мне казалось так, автомат. Я ей доволен автоматом. Егорова Александра Ивановна родилась 19 декабря 1928 года. Добровольно ушла в женский полк в 1944 году. Отправляла раненых в госпитали. Встретила День Победы в Восточной Пруссии. Награждена медалью Жукова и другими наградами. Очень даже было страшно. А в оккупации, когда мы были полтора года, солдаты на фронте, на передовой. А мы здесь, девчонки, выполняли всю работу солдатскую. Всю. Да, все. Вы можете представить, приходят с фронта раненые. И солдаты, офицеры приходят. Вот к нам, значит, мы их здесь одеваем, перемываем и отправляем. Потом уже дальше в госпиталь. А в госпитале опять, значит, к нам. Здесь, значит, их одевают, пайки дают и на фронт. Вот там очень даже было тяжело нам. Очень даже тяжело. Поздравляю вас тоже всех с праздником Дня Победы. Живите и радуйтесь.